всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами хоакин и сегодня у нас ребят первый взгляд на демо версии игры pandemic train если кратко игре то это симулятор выживания где нам с вами предстоит возглавить группу выживших людей которые пытаются спастись в условиях постапокалипсиса в игре нас ждет альтернативная реальность где большинство жителей земли умерли из-за вспышки смертельного заболевания ну а нашим выжившим предстоит отправиться в опасное путешествие по пустошам для того чтобы собирать ресурсы сражаться с мародерами и постараться создать лекарство от вируса ну что ж ребят выглядит довольно все неплохо давайте начнем играть и посмотрим что же представляет собой будущая новинка ну что ж погнали чума все началось много лет назад сперва мы думали что это просто грипп а потом она уничтожила наш мир в лиге выживших величайшие ученые которым удалось спастись пытаются найти лекарства но мы еще очень далеки от успеха есть те чей организм справился с чумой к нашему землению они проявляют крайнюю враждебность атакуют наши линии снабжения и всячески препятствуют нашей борьбе хотелось бы узнать в чем их секрет мы должны покончить с этим безумием и спасти мир добрым словом или оружием правда боюсь что вариант с оружием более вероятен давайте найдем их добро пожаловать в поезд наши миссии отправиться на север и атаковать опасную группу известную как чума и так ребят смотрите это наш поезд а это видимо л и и так зовут и она у нас вводит в курс дела чтобы выжить вам придется управлять ресурсами и командой также придется подготовиться к неожиданным опасностям местах которые мы собираемся посетить звучит непросто так и есть ладно хватит болтать на поезде творится полный бардак приведите его в порядок и постройте что-нибудь полезное удачи ну что ж давайте знакомиться с выжившими и посмотрим что представляет собой данный поезд всего у нас ребят смотрите в распоряжении итан рене потом три работника надо посмотреть все вагоны конечно ух ты здесь что такое творится здесь какая-то лаборатория не что-то изучают но мы ребят знаем что не на всех людей подействовала чума некоторые как-то смогли пережить ее и даже подтверглись мутации ладно наверное нужно нажать на кого-то из персонажей нет строить кнопка строить позволит вам выбрать комнату для постройки хорошо начнем по порядку построить так ага построить так останется ближайшей станции когда вы будете готовы нажмите на кнопку выше остановитесь у ближайшей станции хорошо ладно так нужно построить давайте будем слить что мы можем сделать но ресурсов у нас не так много так а мастерская сделать и коктейль молотовый спирта и шерсти самогон произвести спирт из продуктов и воды оружейник сделай амуницию из металлолома но в первую очередь наверное нужно думать насчет кухни да у нас кухни же нету надо посмотреть нет у нас подобие лаборатории какой-то только так это желает сек давайте наверно все-таки построим начнем с кухни так где построим кухню может ближе к пассажирскому вагону где вот как раз люди сидят нас где живут и отдыхают хорошо дальше так мы можем отправить то человечка и смотрите он сразу побежала что-то там делать так бонус навык еда плюс 1 она готовит до ага вот мы видим что еда появляется только что она на это тратит я не могу понять какие ресурсы а у нее закончились очки действия смотрите два очка действия дальше строим что еще можно построить животное ферму но пока наверно нас на это нет ресурсов да хотя мы можем завести кур кур это продукт это хорошо по сути давай мужики и разбирайся с курами что мы еще можем построить медикаменты так с медикаментами пока ждем вот самогон чего нам самогон так лаборатории медпункт бар животные ну да конечно нужно разбираться со всем самогонный аппарат нужен ли он нам пока скорее нет чем до коктейль молота это то что у нас есть ребят смотрите еда металлолом но ты все добывать конечно нужно будет а вот яйца как раз мы правильно что завели с вами корм мы можем теперь на кухне нар готовить какие-то блюда пусть что-нибудь приготовить смотрите у него нет навыков данных каких для кухни зато него есть навык животными да а у этого работника навык ремесло еда и медикаменты но он тоже может приготовить еду так а что можно еще вот чем озадачить а вот смотрите тут металлолом и кстати можно собрать тогда лучше поблизости заняться этим я думаю разобрать металлом тем самым мы сможем что-то потом скрафтить здесь ну точнее как что скрафтить так сколько мы металлолома взяли не так и много конечно на постройке не хватит так а вот эти у нас персонажи что делают рене и тан такое чувство что они пользуются привилегиями да не сидят в этом вагончике где скажем все так и благоустроено очень даже хорошо да все это очень интересно жилищ предводитель это ребят смотрите плюс 10 ясно но это прямо я не знаю поиск какой-то из сериала сквозь снег но и фильма там тоже вагон распределен на несколько частей для обычных людей хвостовики и скажем так предстоительского класса людей ладно давайте построим тогда ремесло нам хватит нет не хватит только самогон но мы можем тогда разобрать наркеты предметы тут еще давайте отправим рене аэр она уже израсходовал навык вот тебе навык я истратил нет нет пусть тогда он там маленькая наведет порядок я думаю и там не сидеть все должны работать даже собачка нет собачка сидит просто отдыхает конец поездки 5 единиц мы приехали можно сказать да мы не стратили все очки действий в наших персонажей от работников до предводителей и теперь мы можем остановиться ну или точнее отправиться к точке отправления по постройкам мы больше ничего не можем сделать так это что такое вот ребят смотрите тут есть меню подсказок а есть какие-то возникнут вопросы по мере прохождения мы можем почитать и получить ответы на наш вопрос а здесь смотрите сидит кочегар паровой двигатель все-таки дал поездов по сути да но и мы управлять не можем интересно по мере прохождения здесь будет нет добавляться скажем так вагоны мы видим что в этом вагоне вода здесь непонятно здесь труп чей-то ну и морг конечно тут можно разрабатывать вакцину да все таки же нам нужно сделать вакцину панацею от всех болезней можно сказать так ладно давайте отправляемся да точнее заканчиваем поездку будет 5 еды съедено и 5 водички выпито ну ребят смотрится все очень здорово мне кажется должна быть очень годная игра входим в зараженную зону грустно видеть эти руины ой я стрельну так а так целится да ясно а мы можем убирать других да мы можем убирать персонажа смотрите у каждого свои навыки но давайте зерне пока поиграем как стрелять так ага все ясно собирать ресурсы но мы все должны по сути собрать ресурсы да мастер просто мастер просто мастер я да ладно осваиваемся в игре все равно а зачем мне его нога вот это странно очень вот это странно очень это очень все странно но по сути нам нужно собрать ресурсы я так понимаю а стрелка почему она осталась на экране риск заражения как избежать гибели а следите за фиолетовой шкалой верхней части экрана чем больше она заполняется тем опаснее находиться вне поезда если вы хотите уменьшить риск заражения используйте вакцину но не забывайте что это одноразовый предмет так какие задачи на наш только стрелочка ребят по сути дела да куда нам нужно идти почему-то арбалет не так и мощно убивает врагов скажем так да надо конечно привыкать к механике игры здесь мы не можем пролезть и смотрите ни в какую я пытался то есть нам нужно обходить ух ты не попал откуда он взялся этот гад и опять я взял его ногу для чего мне его нога ох ты сколько вас так рене ты жив но это было очень опасно так по сути нам нужно идти к стрелочке но я как всегда двигаюсь не в том направлении мне интересно изучить карту так мы нашли яблоки какие то интересно как генерируются карты в этой игре каждый раз случайно так давай-ка спокойно блин я в нем не попал теперь попал так ну блин сюда кстати нельзя заходить в эту зону фиолетовую там же было ясно сказано может за это на поиграть пока попробовать ну это он похож на кого-то русского офицера времен второй мировой войны так аптечку мы взяли так здесь нельзя находиться сломать как-то можно это нет там рычаг его нужно дернуть так а чтобы туда попасть и нам нужно обойти все эти препятствия здесь мы смотрели здесь никак не пройти то есть нам все-таки нужно будет намотать этот круг и я двигался с самого начала в правильном направлении ребят оказывается так неплохо но пока вроде довольно все просто все у нас получается но мне так кажется по крайней мере мне хочется в это верить из-за река в принципе их спокойно можно убивать вот это плохо когда их конечно много человек вот это на чуть не убери сейчас и там давай лечись мы за тебя почему то это на такое чувство что будто энергия падает уровень жизни надеюсь мне это лишь только кажется да а кстати наверное эти вот мы берем их не части тела они нам нужны для изучения в лаборатории ребят наверное вот в чем дело то скорее всего скорее всего ох ты сколько там их так давай-ка мы отступим почти ранее убили а это фигово очень было и аптечек то у нас почти нет у нас вообще их нет точнее нет а как то стелсить в этой игре я еще не понял а она вообще фигово блин и главное врагов то столько здесь много я думаю не так их много будет смотрите сколько их так ладно отлично пока справляемся блин короче все хреново это но тоже очень фигово надо уходить так цель достигнута валим 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 все ребят успели но это было очень опасно я думал что мы погибнем но мы живы мы живы это очень сильно радует так смотрите что мы собрали с вами да больно то ничего только ноги чертовы да так маленько ресурсов так наш путь был видимо от этого монумента дальше мы можем отправиться на какой-то объект это город здесь есть еда но нам бы лучше наверное направиться на завод за ресурсами промышленная станция думаю там мы найдем немного металлолома эта станция раньше была авангардом железнодорожной индустрии но по сути ребят смотрите мы выбираем куда нам двигаться да какие объекты посетить но тут есть маленькое скажем так разветвление железной дороги но по сути они приводят нас к одному наверно какому-то сюжету вот эти монументы как раз есть какая-то завязка по сюжету ладно давайте отправимся туда в промышленный центр и пока мы едем кстати как сохранится в игре вот это я не знаю это не ясно мы выживем я надеюсь но глядя на тебя раны и на это на я чувствую что вы не выживете и вот ребят сразу ясно становится что раны и это нам нужны для выполнения таких заданий как вылазка и добыча каких-то определенных предметов скажем так которые помогут нам выживание в этом мире но ребят конечно в конечном итоге нужно будет найти ингредиенты которые помогут для разработки вакцины понадобится для разработки вакцины так ладно они могут отдохнуть смотрите предводитель ну что это даст пополнить ли от этого здоровья не ясно да чуть-чуть только очки здоровья у него пополнились а если он выпьет алкоголь что это даст ничего короче нужно будет нам по-любому строить инвентарь и аптечек у нас нету медикаменты для медикаментов нам нужен на лаборатория здесь можно лечить смотрите медпункте но в этой медпункте мы не сможем изобретать аптечки я хотел другой совсем построить но я смотрю что без этого нам никак не обойтись без медпункта поэтому придется все-таки делать его ребят а где мы его построим а здесь из медпункта нет уже да так подождите морг вакцина а это трупы смотрите людей которых мы с вами насобирали убили ладно давайте построим там медпункт все-таки лечиться тоже надо это ужас нету нету интересно как мы будем пополнять нашу команду если кто-то погибнет так ребятки давайте-ка отправим это на лечиться вот жаль что конечно сразу не посмотрел это неплохо но больше нельзя его лечить рынок сожалению нельзя я отправил отдыхать и сглупил очень сильно сглупил но я не знал что так все выйдет и как теперь отправляться к следующей точке я не понимаю так ладно готовь еду ты раз занимаешься животными еди курица а ты приятель давай-ка разбери-ка хлам хлам у нас очень много мы еще с этим вагончиком не закончили а что мы отдыхаем я так 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 я не понимаю как они еще готовят еду из чего тут не совсем это показано тут тоже можно изучать еще видимую вакцину но блин вода тоже заканчивается интересно как они пополняют запасы воды вот в чем ребята у меня главный вопрос пока что я не спрашиваю где они берут уголь мне самое главное знать где раздобыть воды ладно давайте справляемся к следующей поездке вот люди смотрите уже становится недовольным и там написано было что мы можем строить бар а в баре они могут напиться тем самым утопить свое недовольство так здесь раньше жили люди хорошо сохранится я до сих пор не знаю как цель смотрите наша основная добыть ресурсы а все таки надо было направиться за едой так молотом принципе быстро и гасим и он довольно далеко может долететь по сути у меня нет аптечек жаль а скажем так рене он уже не жилец с ним нельзя идти в бой так я вижу рычаг который нужно дернуть но блин туда нужно как-то попасть и там скорее всего можно ух ты вот это было нападение блин конечно плохо в игре что нет никакого стелса то есть я сейчас ползу а толк от этого никакого нету враги меня видит издалека то есть я никак не могу подкрасть и поэтому мне не понять зачем мне тогда вообще нож блин убили у нас это на остался только рене да интересно как мы будем без наших лидеров сражаться вот это очень интересно ну ребят зато узнаем всю механику игры и уже будем на релизе игры готовы к неприятностям цель достигнута можно уходить в принципе ребят смотрите мы добыли ресурсы но потеряли это на но зато меньше бутхавчик уходить да надо во всем искать положительную сторону нет конечно жаль что он погиб еще не факт что рене выживет я думаю нужно уходить тем более раз мы выполнили нашу цель основную не будем злоупотреблять гостеприимством этих мутантов нужно уходить там конечно интересно что еще лежало но так 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 уходим 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 все уходим мы уходим мы уходим извините мы отправляемся дальше и вот смотрите ребят следующий объект следующее место неизвестное место думаю здесь найдется что-нибудь полезное это станция покрыта завесой тайны Рене нет отправляемся ну что Рене скучно тебе без твоего приятеля мы выживем это звучит из твоих уст не больно скажем так а сломал черт ну как так блин я сломал медпункт черт сейчас зря ресурсы потратил вот я говорю жаль что в игре нет сохранения блин ну это демка понятно конечно а то вот сейчас изглупил и лишился медпункта а Рене в итоге путем и не подлечился что насчет воды нам не нужен спирт нам нужно думать что-то насчет воды так кухне приготовить пищу из овощей яиц молока и мяса вот кстати вырастить съедобные овощи с помощью воды но воды у нас нету насчет воды это проблема главная проблема курица кстати тоже пьют воду но воды нет у нас зато можно бар поставить как будто у нас есть алкоголь да у нас есть спирт ахаха а сюда их можно отправить нет так ладно давай на кухню за едой что можно тут разобрать в этих ящиках металлолом а здесь ничего у этих ребят нет интересного давай иди металлолом собирай куда я тебе еще отправлю так вот это я сглупил надо давай яйца дам подожди куда ты пошел блин не так сделка хотел все короче еды у нас нету а так что с тобой не делать пойдешь к трупам нет а где он вообще носится а где он вообще носится ладно иди давай курица ничего он делать не может блин за животными ухаживать не может ну ладно ребят переходим к следующему заданию но мы так и с вами ничего путевого не сделали за этот промежуток насчет воды да вообще непонятно как готовить воду где добывать я могу бар поставить вот эти медикаменты точно нужно будет изготавливать они пригодятся нам поэтому а здесь места нету да тут у нас захламлено все ну не эстетично но поставим здесь 10 румники больше выполнить не можем ладно отправляемся дальше да я вижу что у нас нету воды зараженная зона ну ты молодец прославился уже не лезь туда куда не просят охренеть это мутант что кто ты меня зовут проект 762 но ты можешь звать меня мистер свинберг или твой самый страшный кошмар серьезно тебя зовут свинберг глупость какая ты дерзкая пешка выполняющие приказы как дрессированная собачка ты меня бесишь умри а я еще разозлил его смотрите да ох ты сколько их тут и ворота закрыли а это нереально было ребят убить их это босс был это был босс а как было его убить а мы были не готовы к этой схватке по любому все предводители погибли команда не справится без них нужно отказаться от задания миссия провалена дальше итоги поездки 745 пройдено миль так вернуться в штаб ребят я думал что на этом димка подошла к концу нет смотрите добро пожаловать в штаб меня зовут мэвлит не переживайте за поезда никто и не ожидал что вы разберетесь во всем с первой попытки мне попробовать еще раз конечно не переживайте о двигателе у нас их довольно много а вот о людях стоит заботиться Итан и Рене офигеть так у нас новый герой а мы можем смотрите взять этого героя с собой и поменять его на Итана Итан это медик а это ветеран подождите да интересно давайте пройдемся по этой базе анна снайпер оглушает врагов высокий урон вот смотрите здесь мы можем выбирать лидеров улучшить я улучшил что-то блин охренеть бета-жидкости склад я короче ребят что-то улучшил улучшил чисто случайно потому что я еще не понял всю механику игры и поэтому может быть что-то не то сделал но я улучшил склад давайте посмотрим что еще ферма следующий уровень так еда в начале задания короче вот эти жидкости которые мы находим они служат для того чтобы улучшать фермы например и это дает нам плюс еду в начале задания давайте пройдемся по всем тут объектам а склад улучшает у нас дает начальное задание металлолом плюсует к поезду быстро здравствуйте у нас не было возможности как следует поговорить так что позвольте представиться я и Антана Крохоль приятно познакомиться пожалуйста расскажите мне о себе до кризиса я была дипломатом на службе Дании а теперь вы командуете нами? командую? нет скажем так я координирую усилия лиги выживания спасибо я знаю что вы зашли так далеко на север как только смогли было сделано все возможное а скоро будет еще лучше я верю что вы справитесь чему нужно остановить я уверена что на этот раз у вас все получится давайте спросим совета к сожалению я не так хорошо разбираюсь в полевых работах если вам нужен совет спросите альфреда винтерса да только имейте ввиду он хороший человек но иногда с ними легко общаться спасибо так казарма что нам дает казарма если будем улучшать добавляет наверное персонажей так а это кто такой а это собачка Лара куда же без собачки смотрите здесь проход завален ну привет значит ты есть тот самый никто которого и Антана отправил на самое важное задание всей нашей операции никто да вы просто мастер вести беседу а не то чтобы я винил тебя за то что ты никто но ты ведь понимаешь что это не твой уровень то есть у тебя ничего не вышло да тебе не удалось добраться до крайнего севера нет но я доберусь к тому же на пути туда мне удалось победить чуму и не один раз неважно давай посмотрим правде в глаза если не добраться туда у нас будут большие проблемы да похоже на то и раз она считает что ты справишься я могу лишь дать совет мне не помешает любая помощь расскажите что-нибудь полезное это тот самый старик о котором говорили да вредный тип ну дай подумать чем дальше на север тем хуже ситуация иногда лучше выбрать более длинный маршрут собрать большую команду и ресурсы ну давайте второе короче ребят по всей видимости нам не раз еще придется умирать и все начинать заново в этой локации кстати больницу тоже можно было бы улучшить так что из себя представляет штаб давайте почитаем кстати штаб а лиги выживания это наша база именно отсюда начинается каждое задание здесь вы сможете нанять больше людей и лучше расположенные там строение хорошо ну давайте вот возьмем снайпера мне интересно как он будет действовать и Ренета мы видели а куда он дел с Рене кстати блин интересно куда Рене делся но я сейчас Анну выбрал и Рене смотрите потерялся точнее я Итана выбрал а вот Рене я не вижу странно да ребят такое чувство что он погиб но не стал его и все ладно мы взяли мэвлета и Анну хотя мне понравилось какие то еще себя проявляет в боях ну интересно посмотреть конечно какие другие персонажи ха ребят я только вошел во вкус и демка подошла к концу ну и давайте тогда мы наш первый взгляд завершим здесь на этом месте и скажу следующее а на мой взгляд должна получиться довольно годная игра которая обладает хорошим сюжетом и интересным геймплеем и я ребят надеюсь что на релизе игра нас не разочарует ну а как вам ребят игра пишите в комментах мне будет интересно почитать ну а с вами был Хаакин подписывайтесь на мой игровой канал ставьте лайк всем пока и до новых встреч пока пока